Время свободы 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 Обстрелы продолжаются. С 6 по 8 августа по официальным данным пострадали не менее 66 человек, в том числе 9 детей. По данным Минздрава России, в больницах региона находится 38 человек, среди них 5 детей. Федеральные центры, министерства и столичные клиники из Курской области эвакуированы в общей сложности 9 человек. Ожидаемо появилось и видеообращение жителей Курской области к Владимиру Путину и ожидаемо в нем нет вопроса, зачем была вообще начата эта война. Мужья, соседи защищают как вас. Мы лишились земли, мы лишились домов. Мы убежали под обстрелы, убежали среди руин. Многие без документов. Хотим обратиться к вам, хотим попросить помощи. Мы остались одни. Мы привыкли к обстрелам. Мы поддержали СВО. Мы помогали нашей армии с первых дней. И продолжаем помогать с первых дней начала СВО. Мы остались с детьми. Без крова, без выпуска, без денег. Мы уехали, все могли. У нас дети боятся. Наши родные остались. Мы не можем с ними созвониться. Связи никакой нет. Пожалуйста, помогите нам вернуть наши земли. Это было обращение к Владимиру Путину, жителей Суджинского района Курской области. Нет никаких сомнений в том, что бои в Курской области – это прямое следствие полномасштабной российской вооруженной агрессии России против Украины. Очевидно также, что в результате проводимой ВСУ-операции в этом регионе под огнем оказалось гражданское население и гражданская инфраструктура. Кто и как должен в этой ситуации отвечать за безопасность мирного населения? Об этом я беседую с независимым военно-политическим экспертом Юрием Федоровым. Тут нет никакой юридической основы. Кроме одного, есть Женевские конвенции, которые определяют так называемые правила войны. Ну, собственно, это не есть некий уголовный кодекс или какой-то правовой документ. Это скорее, ну, такое заявление о намерениях, каких-то общих обязательствах, но без определения ответственности за совершение тех или иных действий. По Женевским конвенциям комбатанты обязаны, и они обязались, не причинять излишних страданий и прочее гражданскому населению, которое попадает в зону боевых действий. Вот, собственно, и все. Это, если говорить и в международной правовой стороне дела. С точки зрения политической, и я бы сказал, этической, ответственность несет тот, кто развязал войну. Потому что военные действия неизбежно причиняют ущерб мирному населению. Это факт. Собственно, и все формулы, которые существуют в тех же Женевских конвенциях, они исходят из некоего предположения об избыточности вот этих страданий, которые военные действия причиняют мирному населению. Ну, плюс там есть обязательство не устраивать пытки в отношении военно-пленных и мирных жителей, ну и так далее и тому подобное. Но если говорить об ответственности за ущерб, причиненный мирным жителям, есть очень трудноуловимое некое понимание того, что он может быть избыточным или сознательно причиненным, что не вызывается военной целесообразностью. Устанавливать вот эту меру ответственности и прочее теоретически должен либо это Международный уголовный суд, либо это специальное присутствие, как это было по отношению к бывшей Югославии. Был процесс Милошевича, был процесс целого ряда других руководителей военных и политических руководителей государств бывшей Югославии. В том числе кто-то из хорватов попал под наказание там и так далее. Тут не только одни сербы попали. Что касается операции в Курской области, ну да, конечно, мирное население страдает, но опять-таки тут вопрос в том, в какой мере за это отвечает местная администрация, которая должна была бы эвакуировать, скажем, местное население. Известно, что местная администрация, областная администрация, там и районные, в общем ничего не сделали по этому поводу. А в политическом отношении, и, кстати говоря, в уголовном, ответственность несет тот, кто развязал войну. И я тут могу сослаться на Российский уголовный кодекс, в котором есть особая глава под названием «Преступление против мира и…» Вот там не очень хорошая формула человечности, по-моему, так. И там целая серия статей, в том числе подготовка к агрессивной войне, планирование агрессивной войны и развязывание агрессивной войны. Ну, например, вот есть статьи, по которым лицо, уличенное в совершении вот этих преступлений, может получить заключение под стражу и потом заключение в тюрьму, лишение свободы, по-моему, на срок до 15 лет, даже в некоторых случаях. Так что Владимир Путин, его военное командование, его окружение, которые занимались планированием и развязыванием агрессивной войны против Украины, они несут ответственность за страдания российского населения, оказавшегося в зоне военных действий. Моим собеседником был независимый военно-политический эксперт Юрий Федоров. Время свободы. Сайт и приложение видеохостинга YouTube практически перестали открываться в России. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы пользователей, особенно в густонаселенных городах. Российские пользователи YouTube массово сталкиваются с перебоями в работе сервиса с начала августа. Видео стали загружаться медленно или перестали загружаться совсем. Для обхода блокировки россияне часто используют VPN-сервисы. В середине июля Ростелеком предупреждал, что YouTube может начать плохо работать из-за, цитата, износа установленных в России серверов Google. Позже корпорация Google отвергла свою причастность к проблемам с доступом к YouTube в России. В конце июля этого года депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Александр Хинштейн спрогнозировал замедление YouTube на 70% из-за его, цитата, антироссийской политики. После вторжения России в Украину YouTube заблокировал многие прокремлевские каналы. Оппозиционные медиа, напротив, продолжают работать на видеохостинге. Можно ли как-то преодолеть блокировку YouTube? Вот что говорит об этом глава общества защиты интернета Михаил Климарев. Много жалоб, что плохо работает Google Почта, Gmail. И вместе с этим же, да, опять же, это отразится на Google Docs, который тоже очень много используется. Но самое главное – это операционная система Android. Мы сейчас получаем много, опять же, сообщений из вот этих южных, так скажем, регионов России, особенно захваченного Крыма, о том, что у них просто не работает обновление приложений. Ну, то есть совсем не работает. И это, кстати, уже такая уже довольно серьезная история. Я не знаю, на самом деле, как далеко эта эскалация может зайти. Скорее всего, Google, конечно, не будет блокировать Россию, скорее всего. Но вот эти вот цензоры, они же ломают по-живому сеть, которую строили на протяжении там нескольких десятилетий. И что там случится из-за того, что они туда вмешиваются, я предсказать не берусь. Вполне вероятно и такой исход событий, что будет заблокировано буквально все. Лучший способ на сегодня, который на сегодня существует, это VPN. Из сервисов, которые работают, я могу порекомендовать свой, естественно. Сервис называется VPN-генератор. В Телеграме ищите VPN-ген, 6 букв с собачкой. Попадаете на канал, там на канале есть ссылка на бот, где можно это все получить. Есть куча всяких инструкций, тоже все это можно почитать. Блокировка YouTube, ну по оценкам, скажем так, есть такая организация, она называется NetBlocks, британская. И у них есть специальный сервис, который рассчитывает как раз стоимость вот этого отключения блокировки какого-то сервиса или отключения интернета вообще. Отключение интернета в России вообще будет стоить экономике примерно 400 миллионов долларов в сутки. Это значит, там банки не проходят какие-то, ну вот эти все системы не работают, перестают продаваться билеты на самолет, и общественный транспорт тоже через интернет работает, система видеонаблюдения, логистики и много-много-много чего еще. Все это перестает работать, все это встает, и как бы экономика перестает шевелиться вот такими темпами, как она двигалась до этого. А блокировка YouTube это, в общем-то, тоже, во-первых, это потери операторов связи, и они довольно огромные, да, то есть представьте себе, что операторы связи продают, они же по-гигабайтам продают свои услуги, а YouTube составляет там примерно треть вообще всего российского трафика. Ну да, от 25 до 40% вообще всего российского трафика. То есть у операторов связи доходы снизятся вот примерно на 30%, даже вот только вот в этом отношении. Но там еще же есть куча всего с YouTube связанная, это поисковая система, это индустрия развлечений, довольно обширная, которая тоже, в общем-то, зарабатывает и платит налоги. Это реклама, это, что немаловажно, это всевозможный образовательный контент, это, в конце концов, просто поисковая платформа. Вот это все перестанет работать. По оценкам вот этой NetBlocks, эта блокировка YouTube будет обходиться экономике России примерно в 23 миллиона долларов в сутки. Это был глава общества защиты интернета Михаил Климарев. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 9 августа. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Сопредседатель правозащитного общества «Мемориал» Олег Орлов, освобожденный в результате состоявшегося на прошлой неделе международного обмена заключенными, дал интервью телеканалу «Настоящее время», в котором рассказал, как в тюрьме его убеждали подписать прошение об освобождении. По словам Орлова, это было для него внутренне травмирующее событие, поскольку он думал в тот момент, что лишает себя возможности раньше выйти на свободу. Я не считаю, что я сделал что-то более правильно, какой-то правильный выбор по сравнению с теми, кто решил написать такое прошение. Ничего плохого, на мой взгляд, в том, что кто-то написал прошение, ни в малейшей степени нет. Просто я для себя выбрал, вот у меня был такой выбор. Что значит внутренний травмирующий, я решил не подписывать, я исходно думал, что не буду писать, но тут несколько подумал и к тому же пришел выводу. Но понимаете, я-то считал, что у меня открылась вот форточка на свободу, мне же не так вдруг просит прошение подписать. Значит, есть вероятность, совсем не обязательно, не стопроцентно, что я отсюда могу выйти на свободу. Ну, я вот своим решением эту форточку закрыл, окончательно, бесповоротно, и теперь весь срок буду отбывать. Что мне оперативник и задал вопрос, вы точно приняли решение весь срок сидеть? Ну, я сказал, как будет, так будет, а подписывать не буду. Ну, вот в этом травмирующие, ну, поймите, вам дали возможность выйти, а вы по каким-то причинам эту возможность перечеркнули. Естественно, для меня это было внутренне травмирующее, но, тем не менее, такой выбор сделал. Было несколько разговоров, когда я сидел с Алексеем Ильревским, тоже политзаключенным в одной камере. Мы обсуждали разговоры об обмене, ну, там, из писем, там, вот, Дмитрий Муратов призывает к обмену. Ну, мы как-то говорили, что, ну, вряд ли это может осуществиться, так сказать, в обозримом ближайшем будущем. Да, поэтому, конечно, про обмен мы особенно никто не верил. А внутренне я себе представлял свободу, даже не знаю, как я выйду. По УДО, ну, вряд ли. Может быть, амнистия, которая будет, наверное. А в тюрьме все ждут амнистии, по крайней мере, ожидают амнистию к следующему 9 мая. Может быть, тогда удастся выйти, хотя тоже не отпустят. Может, весь срок отсижу. Но что я буду делать, где я буду на свободе, это всегда представление было, что я в России. Это был правозащитник Олег Орлов. Добавлю, что освободив 16 политзаключенных, российские власти уже начали собирать новых заложников. На эти недели обвинение запросило 15 лет лишения свободы по делу о госизмене для Ксении Карелиной, имеющей российское и американское гражданство. Зимой она приехала в Екатеринбург навестить близких. В феврале Карелину задержали якобы за мелкое хулиганство, а потом предъявили обвинение в госизмене за денежный перевод на сумму в чуть более чем 50 долларов, сделанный с ее счета в США фонду Разум for Ukraine. Обвинение рассматривает этот перевод как финансирование ВСУ. Карелина вину признала, вынесение приговора ожидается 15 августа. Но еще одна тема. Каталонская полиция ведет операцию по поиску и аресту Карлеса Пучдемона после того, как бывший глава Каталонии впервые вернулся в Испанию после семи лет, проведенных в добровольном изгнании. По прибытии в Испанию Пучдемон выступил перед многочисленной толпой в Барселоне. Когда и в каком месте он пересек испанскую границу, неизвестно. Столь же загадочным стало и его исчезновение после публичного выступления в Барселоне, куда он прибыл в день инаугурации нового главы Каталонии Сальвадора Ильи. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Дебаты о том, кто должен возглавить Каталонию, начались еще в мае после состоявшихся выборов в местный парламент. Наконец, в качестве кандидата был назначен социалист Сальвадор Илья. Правящая в Испании социалистическая рабочая партия договорилась о его кандидатуре с местными националистами, левыми республиканцами. При этом центральные власти в лице премьера-социалиста Педро Санчеса обещали предоставить каталонцам особый и весьма льготный налоговый статус, чем, собственно, и склонили республиканцев на свою сторону. Ранее, еще до выборов, центральное правительство амнистировало всех участников каталонских событий 2017 года, когда сепаратисты во главе со своим лидером Карлесом Пучдимоном предприняли попытку отделить регион от Испании. После этих событий некоторые участники заговора оказались в тюрьме, а другие во главе с Пучдимоном укрылись за пределами страны. Теперь бывшие заключенные уже на свободе, но Пучдимон до сих пор не мог вернуться в Испанию. Дело в том, что Верховный суд страны считает, вопреки мнению правительства, что одно из деяний, совершенных Пучдимоном, а именно нецелевая трата бюджетных средств, под амнистию не подпадает. Суд оставил в силе распоряжение об аресте беглого политика, хотя и освободил его от обвинения в незаконном провозглашении независимости. В ходе инаугурации в парламенте Каталонии Сальвадор Илья в первую очередь уверил поддерживающих его кандидатуру депутатов-националистов, что приложит все усилия, чтобы юридические власти полностью амнистировали Пучдимона. Между тем Пучдимон не стал дожидаться пересмотра решений Верховного суда и надумал вернуться в Каталонию, чтобы помешать инаугурации Сальвадора Ильи. Дело в том, что он и его партия вместе за Каталонию недовольны компромиссом левых республиканцев с социалистами. Они по-прежнему требуют независимости. Своё появление в Барселоне в день инаугурации и желание выступить в парламенте Пучдимон анонсировал заранее. Но о юридической власти напомнили силовым структурам, что они обязаны арестовать этого деятеля. Сепаратисты, в свою очередь, мобилизовали сторонников для его торжественной встречи. И эта встреча состоялась. Пучдимон, преодолев все полицейские кордоны, выступил утром 8 августа на многотысячном митинге в Барселоне. Он, в частности, сказал... Нас преследуют уже многие годы лишь за то, что мы прислушиваемся к голосу народа Каталонии. Многие из нас подвергаются жестоким репрессиям. Нас вынуждают отправиться в ссылку или сажают в тюрьмы. Тысячи людей подверглись репрессиям лишь за то, что они являются сторонниками независимости Каталонии, а порой лишь за то, что говорят на каталонском языке. Быть каталонцем теперь означает быть потенциальным преступником, подозреваемым. В парламенте, видимо, опасаясь ареста, он так и не выступил. Инаугурация состоялась. Полиция, которой пришлось разгонять рвущуюся к парламенту толпу сепаратистов, установила контроль на всех дорогах в попытках задержать политика. Все тщетно. Вместо Пучдимона начались аресты самих полицейских, которые якобы ему помогли сначала прибыть в Барселону, а потом из нее выбраться. Оппозиционные партии, либералы и консерваторы назвали скандальной и позорной ситуацию вокруг появления и побега каталонского политика. Ранее эти же силы осудили амнистию и предоставление налоговых льгот Каталонии. Льготы, как считают оппозиционеры, будут реализованы за счет других регионов Испании, то есть испанцам, не каталонцам придется платить больше налогов. Виктор Челецкий для Радио Свобода, Мадрид. Время Свободы. Сегодня 9 августа, годовщина ухода выдающегося театрального режиссера и педагога Петра Фоменко. Годовщина не круглая, но я все-таки хочу в память о нем сегодня дать вам послушать, как Петр Наумович Фоменко читал стихи об Одессе. Эта запись сделана в 2006 году, когда еще не было ни войны в Украине, ни захвата Крыма, ни даже российского вторжения в Грузию. Фоменко читал Пушкина со сцены театра «Школы современной пьесы» в Москве, которым в то время руководил одессит Иосиф Рыхельгаус. Кажется, с тех пор прошла вечность. Я жил тогда в Одессе пыльной. Там долго ясны небеса. Там хлопотливый торг обильный свои подъемлет паруса. Когда Одессу звучными стихами наш друг Туманское писал, но он перестрастными глазами в то время на нее взирал. Приехав он прямым поэтом, пошел бродить своим лорнетом один над морем, и потом, очаровательным пером, сады одесский прославил. Все хорошо, но дело в том, что степь нога этом кругу. Кой-где недавний труд заставил младые ветви в знойный день давать насильственную тень. В году недель пять-шесть Одесса по оле бурного завеса Потоплена, запружена, в густой рей погружена. Все дома на ржин завязнут, Кареты люди тонут, вязнут, И в дрожках волна рога склоня Сменяет хилого коня. Оно уж дробит, каменье молот, И скоро новый мостовой покроется спасенный город, Как будто кованной броней. Однако всей Одессе важны. Еще есть недостаток важный. Чего бы вы думали? Боды. Потребны тяжкие труды. Что ж это небольшое горе, Особенно, когда вино беспошленно привезено, Но солнце южное, на море. Чего ж вам воля, друзья, Благословенные края? Но поздно тихо спит Одесса и Безуханна, И тепла немая ночь. Луна взошла, Прозрачная легкая завяза, Объемлет небо, Все молчит. Лишь море Черт умеет. И так я жил-то доводей. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, Продюсер выпуска «Северин-Южный». Наш подкаст нужно найти и послушать На сайте «Радио Свобода», В телеграм-канале «Время свободы» И на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова